Что такое индекс потребительских цен? Этот показатель характеризует изменение общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. И измеряет изменения во времени стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода по отношению к ценам некоторого базисного периода. Наблюдение за ценами осуществляется Росстатом в более чем 66 тысячах организаций торговли в 272 городах Российской Федерации, в том числе в 38 тысячах магазинах, около 800 рынках, свыше 25 тысяч организаций сферы услуг, ну и особенно мы подчеркиваем, что около 2000 автозаправочных станций. Цена на бензин всех волнует. Всего собираются цены по 506 товарам и услугам, в том числе по 125 продовольственным товарам, 260 непродовольственным и 121 виду услуг. Количество ценовых котировок, которые ежемесячно собираются для этих целей, это свыше 663 тысяч котировок. Итак, что мы имели в этом году с точки зрения индекса потребительских цен в целом? Как мы видим, по оценке на 22 декабря индекс потребительских цен составил 110,4%, существенно превышая соответствующие уровни предыдущих лет. Но нужно при этом отметить, что данные за 2013, графики за 2012 и 2013 годы построены по данным на конец декабря. Я думаю, что причины такого превышения достаточно понятны. Что происходило с компонентами общего индекса потребительских цен? Опережающими темпами росли цены на группу продовольственных товаров. И по состоянию на ноябрь, на конец ноября этого года, соответствующий индекс потребительских цен по продовольственным товарам составил 111,8%. Практически совпадало с общим уровнем инфляции индекс цен на услуги, который составил… Да, значит, если индекс потребительских цен общий составил 100,108%, то индекс цен на услуги составил 108%. И отставал по состоянию на конец ноября индекс цен на непродовольственные товары. Я, разумеется, говорю об индексе потребительских цен, который составил 105,7%. В сравнении с 2013 годом мы видим также существенное превышение, за исключением группы услуг, мы видим существенное превышение темпов роста цен на продовольственные товары. И чуть менее значительное, но тем не менее превышение соответствующих темпов роста цен на непродовольственные товары. До середины 2014 года можно говорить о том, что индекс потребительских цен в целом отражал тенденцию в изменении курсов. Они примерно, понятно, что с определенными отклонениями совпадали, но со второй половины 2014 года и особенно, конечно, с осени наблюдается существенный рост обменного курса, ослабление рубля к основным валютам, в то время как индекс потребительских цен продолжает, это инерционный показатель, он продолжает двигаться в рамках своего тренда. Ну, Росстат не занимается прогнозами, но тем не менее, наверное, можно предполагать, что в дальнейшем эта разница будет каким-то образом сближаться. В 2014 году по состоянию на ноябрь максимальное значение индекса потребительских цен на все товары и услуги наблюдались в перечисленных здесь областях. Это Рязанская, Смоленская, Владимирская, Ярославская и Калининградская области. Мы взяли 5 областей с максимальными темпами, от 110 до 111%. Минимальные значения от 103 с небольшим до 106, 0,4% наблюдались в Кабартино-Балкарской республике, Чеченской республике, Магаданской области, Ингушетии и Чукотском автономном округе. А в целом по России, напомню, индекс потребительских цен составил 108,5%, по Москве немного выше 108,6%, по Санкт-Петербургу 109,4%. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...